Тюменская служба новостей продолжает свою работу в студии Екатерина Горохова. И Дмитрий Камузин. Здравствуйте. И о главном. Такая разная и многоликая. Тюменской области 71 год. Если не мы, то кто будет? Это наша земля, мы должны ее использовать. Люди земли Тюменской. В городах и деревнях. На заводах и фермах. От малой до велика. 3,5 миллиона человек. И это не предел. В этом году прошло за первое полугодие 2600 родов. Жители региона отмечают День родного края. Прямые включения из городов и районов области. Итоги минувших лет и планы на будущее сегодня в выпуске ТСН. Сегодня Тюменская область отмечает свой 71 день рождения. Торжественный прием в честь праздника прошел в филармонии. В адрес региона звучали поздравления со всех концов страны. Видеооткрытки отправили губернаторы северных округов. Уже традиционно заслуженные работники области получили награды. И впервые был вручен знак отличия, учрежденный губернатором Тюменской области за мужественный поступок. В своем приветственном слове Владимир Якушев напомнил, что за 71 год область прошла непростой путь становления. Каждый раз развиваясь вопреки всему. Сначала никто не верил, что здесь найдут нефть. Еще пять лет назад никто не верил, что регион сможет стать индустриальным. А сегодня это реальность. Благодаря каждому из вас область занимает сегодня лидирующие позиции по целому ряду направлений. Находятся в авангарде позитивных преобразований. И в экономике, и в социальной сфере. Это результат слаженной работы всей Тюменской области. Тюмень можно смело называть воротами в Сибирь. Именно земель нашей территории началось освоение Сибири русскими первопроходцами. При этом настоящей столицей сибирской губернии был Тобольск. 300 лет он носил это звание. И сегодня по богатству памятниками истории и культуры, по сосредоточению стрины, этому городу нет равных. Таково славное прошлое жемчужины Сибири. А о его настоящем нам расскажет Ольга Куричко. Она на связи со студией. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, коллеги. Тобольск переживает третье рождение. Город превратился сейчас в одну большую строительную площадку. Здесь возводят крупнейший в мире завод, запси Пнефтехим и еще 123 объекта. Административно-деловые здания, 55 жилых домов. В этом году планируют ввести 80 тысяч квадратных метров жилья. Это намного больше, чем в прошлом году. И все оно востребовано здесь. С опережением на один год выполняют программу по переселению из ветхого и аварийного фонда. В этом году полностью планируют завершить газификацию нижнего посада. В учреждениях дошкольного образования нет очередей. Но поскольку ожидается увеличение рабочих мест на промышленных предприятиях, зарезервирована в 15-м микроэйоне площадка для строительства нового детского сада и школы. Идет возрождение объектов культурного наследия. Построен театр. Сотрудники музея ежегодно вводят по одному объекту показа. И эти перемены касаются практически каждой отрасли. Сегодня здесь со мной Сергей Васильевич Кугаевский, депутат Тобольской городской думы, генеральный директор Тобольского автотранспортного пассажирского предприятия. Сергей Васильевич, вы как коренной табаляк, вы замечаете эти перемены? Да, конечно. В этом году, как человек, работающий в транспорте, отдаю должное нашим дорожникам. Дороги в Тобольске в этом году начали строиться и ремонтироваться аж в начале мая. И я надеюсь, что все планы дорожные выполнятся. И к тому же многострадальная магистраль М3 в скорое время откроется. В некоторых микрорайонах ведутся дорожные работы и строятся тротуары. Какой красивый стал Комсомольский проспект у нас. Сколько у нас цветов и зелени на центральной нашей магистрали. Мы ввели в эксплуатацию около 20 новых автобусов. Коллеги от Тоболяков, мы хотим поздравить всех жителей региона с днем рождения нашей любимой, красивой, богатой области. В праздники мы особо чувствуем, что мы едины. Спасибо, Ольга. На связи с нами был наш корреспондент Ольга Куричко из Тобольска. А мы продолжаем. Ими гордится область. Сегодня в правительстве региона поздравили победителей ежегодного конкурса среди молодежи. Награду за заслуги перед обществом вручал заместитель губернатора Ольга Кузнечевских. В номинациях, таких как политика, спорт, подвиг и других, выиграли 14 человек. Всего на конкурс подали заявки 122 участника. Поступило сообщение о том, что произошло сгорание в жилом доме. По прибытию наблюдалось полностью, как бы дом был охвачен огнем. И со слов соседнего, что находился в доме ребенок. И ребенка пришлось искать в очень стройных условиях. Дети, они самые главные в нашей жизни. Так что нужно спасать детей и все. Продуктивно получается работать с детьми, потому что это любимая работа. И это вот не какие-то слова взятые откуда-то. Это на самом деле нужно работать с любовью, с душой. И это приносит большие результаты. Ну, мы участвовали в конкурсах Италии, Франции, Испании, Казахстана и, конечно же, России. В этом году население Тюменской области увеличилось более чем на 11 тысяч новорожденных. На сегодня только в Тюмени родилось 8247 малышей. Это почти на 500 младенцев больше, чем в тот же период прошлого года. Из них 52% мальчиков и 48% девочек. А еще Тюмень по рождаемости вошла в десятку лидеров и заняла 9 место в России. Продолжит Ангелина Лисько. В расслабленной обстановке будущие мамы ждут малышей и результатов очередного обследования. Пока Анастасия думает о чем-то приятном, это обязательное условие процедуры. Кардиомониторы оценивают состояние ребенка. В 32 года Тюменка готовится уже в третий раз стать мамой. Это мечта ее и мужа. На горизонте отношений мы еще договаривались на троих детей. Мне это припомнили. И я, соответственно, выполняю обязательства. У меня 10 лет, 4 года. И вот сейчас будет новый мальчик. В области отмечают демографический рост. Это при том, что количество женщин репродуктивного возраста в целом уменьшается. Однако статистику спасают многодетные. Быть многодетными родителями в Тюменской области становится популярным. Примерно 50% женщин, которые находятся в роддомах, это те, кто рожают повторно. То есть семьи обзаводятся двумя и тремя детьми. Нередки семьи, в которых 6 и более детей. Сейчас у сотрудников роддома по-настоящему горячая пора. Летом всегда примерно на сотню рожениц больше, чем зимой. Первое полугодие 2014 года прошло где-то порядка 1700 родов, 1800. То в этом году прошло за первое полугодие 2600 родов. То есть на 700 родов оно больше становится. За последние пять лет прирост населения области составил 10%. Показатели и за новые полгода радуют. На 149 детей стало больше, чем за аналогичный период 2014. От такого бэби-бума и в учебных учреждениях наплыв. Только в областном центре учащихся детсадов и школ за пять лет стало на 30 тысяч больше. В садиках полностью решили вопрос с очередностью в возрасте от трех лет. Оперативно открывают и группы для самых маленьких. В полтора года родители приводят детей на адаптацию на несколько часов. Вот наша область Тюменская. Вот здесь и будем искать. Так, где у нас Тобольск? А у этих воспитанников постарше в день области проводят урок краеведения. В школу ребята через год пойдут подготовленными. В общеобразовательных учреждениях ждут новую волну первоклашек. Все рекорды бьет 92-я школа в Тюменском микрорайоне. В новом учебном году будет 21-х классов с 1-го А по 1-й Ф. По предварительным данным где-то 9,5 тысяч первоклассников. Но мы ждем в пределах 10. И это не предел Ангелина Лесько, Евгений Проскуряков, Тюменское время. Действительно, Тюменская область ставит рекорды порождаемости. К слову, самые популярные детские имена в этом году Артем и Виктория. Свою лепту в демографический подъем региона вносят жители Заводоковского городского округа. С нами на связи наша коллега Анна Мислер. Она готова рассказать о том, сколько детей впервые сядут за парт у них. Анна. Здравствуйте, коллеги. Главное достояние региона – это, конечно же, люди. В 2015 году в Заводоковском городском округе на свет появилось более 420 малышей. В сентябре за школьные парты впервые сядет 772 ребенка. Эта цифра рекордная за последнюю пятилетку. Заводоковск растет и развивается. И в 2015 продолжают курс на привлечение инвестиций. Хлебный, целебный, лесной – такие характеристики Заводоковский округ носит уже давно и заслуженно. В 2015-м местные аграрии одними из первых в области вышли на уборку. В сельском хозяйстве активно реализуются инвестиционные проекты. Один из крупнейших в этом году – строительство зерносушилки на свинокомплексе «Согласие» с производительностью 53 тонны в час. Также в Заводоковске был запущен инвестпроект, аналога которому в России пока нет – завод по производству овощной сетки. Технологии обучались в Китае. В ее основе принцип вязания. Вот только вяжут здесь из полиэтиленовых нитей, которые изготавливают сами из вторичного сырья. В Заводоковске успешно реализуется программа по комплексному сопровождению инвестиционных проектов. Ведется подготовка инженерных площадок. От лица заводоковцев я поздравляю всех жителей Тюменской области с праздником. Это праздничный выпуск ТСР. Мы продолжаем. И сейчас немного истории. Быстрое развитие Тюменской области получила в 60-х годах прошлого века, когда со всего Советского Союза сюда начали съезжаться нефтяники. И кажется, только с особым складом характера можно было приехать буквально в чистое поле и начать жизнь заново. Анна Княжева о первопроходцах. Вот здесь, сейчас мы с вами стоим в центре города, вокруг новое общественное здание, а это была окраина города, это была дали захолустья. И захолустим бы осталось, если бы не авантюристы, которые приехали искать здесь нефть. С начала 60-х Тюмень развивалась семимильными шагами. О масштабах можно судить по этим цифрам. В 1962 году в Тюмени проживало 174 тысячи человек. Спустя всего 5 лет количество жителей увеличилось на 66 тысяч. Дальше больше. В 89-м эта цифра выросла вдвое. Сейчас, по официальным данным, в областной столице почти 700 тысяч жителей. Конечно, сюда ехали люди, которые были готовы к переменам. То есть люди, которые готовы были приехать в совершенно новый, незнакомый регион. Регион совершенно не обжитой. Люди высаживались зачастую просто в чистое поле, начинали жизнь с чистого листа. Писатель и журналист Виктор Строгольщиков – сын нефтяника. Его семья переехала в Тюмень из Башкирии как раз в те годы, когда началось активное освоение недр Тюменской области. Когда мама впервые увидела Тюмень, тогдашнюю, с грязью, с деревянными тротуарами, она заплакала. А нынче она Бога благодарит, что именно сюда судьба всех нас привела. Да, Тюмень была переварочной базой. Люди ехали на север. И это были сотни и сотни тысяч. Практически весь Советский Союз участвовал в том, что потом назвали великим, вторым уже великим открытием Сибири после Ермака. Но если бы не это судьбоносное решение главы семейства, Виктор Строгольщиков никогда бы не стал журналистом. Те годы были столь богаты на события, что корреспондентам никогда не приходилось высасывать информацию из пальца. История вершилась на их глазах. Если раньше Тюмень ассоциировалась исключительно с нефтяными вышками, то теперь это столица региона, привлекательного для инвесторов. А инвестиции – это не только финансовые вливания в местный бюджет, но и новые рабочие места. В этом году в Тюменской области открылись несколько крупных предприятий с иностранными инвестициями, а в следующем в регионе реализуют около 20 крупных инвестпроектов. Анна Княжева, Дмитрий Кондратенко, Тюменское время. Инвесторы сегодня охотно приходят не только в Тюмень, но и города, и районы региона. Например, Ишим. К этому времени там реализовано около 50 инвестиционных проектов. Реализуются еще более 30. С этими показателями город занял четвертое место в областном рейтинге инвестиций. И сейчас на связи со студией ТСН наш собственный корреспондент в Ишиме Оксана Павлова. Оксана, добрый вечер. Какие сейчас у вас реализуют проекты? И чем был ознаменован год? Добрый день, коллеги. В Ишиме-Ишимском районе этот год запомнится тем, что завод по глубокой переработке зерна, который строится в Ишимском районе, получил название «Аминосип». Именно под таким брендом будущего предприятия будет реализовываться продукция. А это аминокислота лизин, клейковина, кормовые добавки и спирт. Тем временем продолжается активное строительство завода. Завершаются работы по энергоцентру, инженерному корпусу, станции водоочистки, складского помещения и административного корпуса. Цех по производству лизина запустят не в 2016 году, как планировалось, а в первом полугодии 2017. Однако к тому времени уже все основные сооружения будут готовы и предприятие наладит выпуск клейковины, спирта, кормов. Безусловно, ярчайшим событием культурной жизни Ишима стало проведение 10-й международной литературной премии Ершова. Ее лауреатами в этом году стали 8 российских писателей. И впервые параллельно с премией состоялся первый съезд потомков сибирского сказочника. 20 человек, это внуки и правнуки Петра Ершова, прибыли в Ишим из разных уголков России и Америки. Все они стали свидетелями установки памятника Петру Павловичу на площади возле культурного центра его имени. И хочу добавить, что в этом году шла в Ишиме активная работа по подготовке инвестиционных проектов. В настоящий момент идет монтаж оборудования на кирпичном заводе. А вот буквально через две недели состоится открытие нового предприятия по переработке рыбы. Коллеги. Спасибо, Оксана. О вкладе Ишима в экономическое и культурное развитие Тюменской области рассказала собственный корреспондент ТСН в Ишиме Оксана Павлова. Ну и стоит отметить, процветающая область – это трудолюбивые люди. И здесь можно брать любого жителя региона. Например, в соседнем с Ишимом Абадском районе. Местное население там приучено к труду с детства. Лариса Соловьева познакомилась с сельскими работягами. Один-то потеряла, а ездишь-то в ногу у меня. Свои награды эти женщины обычно не носят. Парадный пиджак специально для телевидения. У каждой из них за плечами десятилетие героического труда. Вера Чупина в 12 лет пошла в колхоз. Понравилось, как на лошадях работают взрослые. А потом опять мне понравилось. Кукуров доят, воду возить послали. Я все погляжу, доят, мне охота. Говорю, ты будешь кукуров доить? Я говорю, не знаю, попробуй. Попробовала и пять лет подряд надаивала больше всех в районе. Сегодня об этом напоминают фотографии и красные ленты. Доярка-рекордсменка. Ее соседка Клавдия Лузина тоже всю жизнь на ферме. Ветеран труда занесена в книгу почета района. Вспоминает, что когда ушла на пенсию, долго еще скучала по работе. А кукуров все равно погонят мимо меня в лесу. А уходишь с дороги, они около меня. Лежут меня. А я плачу над дымами. Матрушки мои родимые. Сколько продавила я? Она и сегодня не сидит без дела. Шьет, вяжет, играет на балалайке. Я хотела забавить, да мне некому жалеть. Раз мне некому жалеть, тогда не буду я болеть. Всю жизнь эти женщины трудились на благо области. И своими руками строили сегодняшнее настоящее. Глядя на то, как живет село сейчас, они понимают, все было не зря. Александр Бушуев – герой современный. У него нет ни наград, ни красных лент за ударный труд. Просто пять лет назад он взял в аренду никому не нужные земли. И с тех пор здесь царит порядок. В прошлом милиционер, теперь фермер. 50 коров, около 20 лошадей – это только первые шаги. Здесь двор будем делать из досок вот такой. И в связи с тем, что поголовье будет увеличиваться, я думаю, что мы побольше делаем сразу заранее. О том, что на пенсии решил взяться за такой тяжелый труд, Бушуев ни разу не пожалел. Если не мы, то кто будет? Вот это кто будет? Если мы еще бросим, тогда кто будет? Это наша земля, мы должны ее использовать. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время. С днем рождения Тюменскую область поздравляют и жители Черноморского района, Республики Крым. Более года назад эта территория отдана под патронаж нашему региону. За это время Тюмень помогла району в ремонте и строительстве многих социальных объектов. Оказала консультационную помощь в законодательном плане. А Черноморский, в свою очередь, принимает на лечение и отдых детей из Сибири. Глава района приехал лично передать поздравления черноморцев тюменцам и заверил, что сотрудничеству крепнуть. На данном этапе у нас подходит новое соглашение. Мы его продлили в этом году. В этом году планируется так же самое. То есть некоторые капитальные ремонты, некоторые капитальные строительства. Я очень благодарен жителям Тюменской области. Благодарен Владимиру Владимировичу Якушу. Также его аппарату, который всегда откликается, всегда помогает, всегда действует совместно с нами. Итак, торжества сегодня проходят не только в Тюмени, но и в городах и районах региона. Например, в Галышмановском. Мы сейчас на связи со студией наш коллега Влад Уделов. Влад, здравствуйте. С каким настроением Галышмановский район сегодня отмечает общий для области праздник? Добрый день, коллеги. Действительно, сегодня и на нашей улице праздник. Тюменская область – земля амбициозных и целеустремленных людей. И Галышмановский район не исключение. За два года в экономику территории будет привлечено 6 миллиардов рублей. Крупнейший проект – строительство животноводческого комплекса компании «Домате». Разместить в фермах планируется 4600 голов крупного рогатого скота. Еще одна стройка развернулась в деревне Горбунова. Здесь планируют возвести молочно-товарную ферму на 1200 голов дойного стада. В районном центре работают цеха по переработке макулатуры и пластиковой тары. Сегодня на территории района действует 662 субъекта малого и среднего бизнеса. В том числе более 500 индивидуальных предпринимателей. Реализация всех заявленных инвестпроектов позволит создать в Галышмановском районе более 400 новых рабочих мест. Все это внушает оптимизм и является поводом для гордости, что все мы живем в большой и благополучной Тюменской области. Предлагаю послушать, что об этом думают наши земляки. Наш регион, Тюменский регион, самый такой продвинутый и инвестиционно привлекательный. Здесь очень красивый, очень богатый край. Здесь добрые, хорошие люди. Здесь очень хорошо развито сельское хозяйство, прекрасная инфраструктура. Я горжусь, что я живу в Тюменской области, именно в Галышмановском районе, в Галышманово. Это моя родина, я здесь живу и всю жизнь, всю жизнь, всю жизнь, всю жизнь. Добавлю, что в области социальной политики главным достижением в этом году станет появление дополнительных мест в детских садах. В собственность муниципалитета передано бывшее здание православного прихода и вскоре там будет проведена реконструкция. Средства на проведение этих работ выделены губернатором Тюменской области Владимиром Владимировичем Якушевым. Ну и конечно в этом году планируется торжественно открыть школу искусств после капитального ремонта. Коллеги. Спасибо, Влад. На связи со студией был наш коллега из Галышмановского района Влад Уделов. 50 пар связали себя узами брака в Тюмени в день области, тогда как в прошлом году в этот день образовалось 48 новых семей. Кроме того, сегодня две пары отметили золотые свадьбы. 50 лет эти семьи прожили в любви и понимании, преодолев все трудности. Так тюменцы Дмитриевы считают залогом семейного счастья рождение детей, а теперь уже и внуков. Раз мы дожили до этого дня, значит жили неплохо. Были моменты очень хорошо, были моменты похуже, но это как страна осколеблется, мы за ней таким же образом сопутствуем. Самые счастливые моменты в нашей жизни были, когда у нас родились дети, дочка, сын, а потом внуки, внук, внучка, еще раз. Это самые счастливые моменты в нашей семье, а все остальное ерунда. В студии работали Дмитрий Камузин и Екатерина Горохова. А все новости ТСН доступны на сайте tumantime.ru, а также на ютюбе и в социальных сетях Facebook, Вконтакте. Потому настройтесь на тюменское время и смотрите новости ТСН. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин